Письмо с фронта. Мир вам, благословенные друзья мои! Вы понимаете, что мир в данном случае на самом деле война. Поэтому я о мире в сердце. А где его взять, если кругом война? Случилось. Мир взят с земли. И вышел другой конь, это я из книги Библии читаю, сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. Это книга «Апокалипсис». Ненависть сегодня самое популярное состояние. Отсутствие ненависти теперь подозрительно и во многих случаях считается преступлением. Вот почему террор разрастается. Террор становится государственным. Террор захватывает школы, больницы, жилища. Террор совершается с помощью интернета. Террор распространяется с помощью телевидения. Разрушается все доброе и светлое. Уничтожается все красивое и нежное. И церкви уничтожаются. И люди уничтожаются. Всепоглощающая ненависть бездны выплеснулась на наши улицы, заполонила наши хаты и поглотила наши сердца. Мир взят с земли. Ищущие мира сегодня подозрительны. Им нет места в современном обществе. Однако я желаю вам мира, друзья мои. Я знаю, где находится мир. Я знаю, как обрести мир. Имя мира – Иисус Христос. Он рядом с тобой и со мной. Бомбы и ракеты летят в Него. Он окровавлен. Он оплеван. Он осмеян. Он отвержен миром. Он распят. Однако Он воскрес. Он жив. Он продолжает молиться за весь мир. Он молится за тебя и за меня. Он умирает от жестокости мира, но жаждет спасти мир. В Его руках нет оружия. Он совершенно беззащитен перед лицом развязанного террора на земле. Однако Он всесилен. Он совершен. Он победитель. Он любовь. Он воскрес из мертвых. Иисус говорит «Я – воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет». Он открыл эру вечной жизни. Он совершает чудо воскресения для каждого из нас. Он дает совершенный мир в сердце каждого человека. Он дает мир, в котором нет смерти. Он дает вечный мир блаженства. Господь приходит в наши подвалы, где бомбы убивают нас. Он приходит в наши окопы, в кабинеты генералов, в госпитале, к израненым и к плачущим на кладбище домом. Господь обращается ко всем нам. «Придите ко Мне, Я дам вам покой». Иисус Христос говорит Мне и Тебе. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иисус Христос говорит мне. Продолжение следует...